В Красноярске, в дворце спорта имени Ивана Сергеевича Ирыгина, местный Енисей принимал Тулицу, соответственно, из Тульской области. Матчи этих команд зачастую получаются сверхнапряженными и зрелищными, так в предыдущем сезоне обе встречи продлились пять партий, в гостях Енисей выиграл счетом 3-2, ну а дома он уступил, Тулицу, соответственно, одержала на Демберг по тем же самым счетам, причем тогда Енисей вел 2-0. Здесь же первая партия ни о каком равенстве, ни о какой борьбе даже не заикалась, полное превосходство гостей на ее протяжении, хотя красноярки начинали вроде бы неплохо, оторвались плюс 3, 7-4 вели, но затем на этом все и закончилось, два раза защитили Марию Фролову, у капитана красноярок испортилось настроение, и в дальнейшем она ничего не показывала в первом сети, как и ее партнерши. Блок Тулицы просто царствовал, какое-то бесконечное количество раз, блокирующие гостей, выигрывали чистые очки после атак красноярок, ну а хороша была Ольга Ельтимова, которая очень здорово действовала в атаке, великолепно проявляла как раз себя на блоке Дарья Малыгина, да и вообще всех девушек из улицы необходимо за первую партию отметить. А вот у хозяев не шло ровным счетом ничего, Писаревская несколько раз пробив фаут совершенно поникла, была заменена, как впрочем и Фролова, как и Щеклова и Костина, атакующая линия Енисея не радовала. В итоге 13-25 абсолютно разгромная, абсолютно понятная победа Тулицы в первом сети. Вторую партию Енисей начал здорово, сразу оторвался на три очка и держал это преимущество до экватора партии, но затем Тулица сравняла счет и пошла борьба очко в очко, здорово действовала Мария Фролова, которая пришла в себя и внушла лидером атак красноярцев, красноярок. Евгения Щеглова привычно неплохо действовала в защите, но и добавила креативные острые удары в нападении под заднюю линию, с которыми ничего не могли поделать принимающие гостей. В итоге все шло к уверенной вроде бы делу победе Енисея, но вышла на площадку Екатерина Тимошкова, внесла интригу, внесла разрыв, уверенные действия красноярок. Она раз за разом атаковала здорово, она подачу хорошо усложнила, плюс сыграла на блоке, но в решающий момент все-таки последнее слово осталось за красноярским клубом, и вторую партию Енисей забрал с учетом 25-22. В третьем сете какое-то чудовищное превосходство Тулицы, все цепится из рук у хозяев, у гостей наоборот, получается многое, атака за атакой, блок, подача, прием, ну во всех элементах Тулиц на голову была сильнее, и когда при счете 14-24 Мария Фролова выходила на подачу, казалось, что, ну может быть розыгрыш, может и два Енисея еще зацепит, ну а дальше все нужно думать уже о четвертой партии, но не тут-то было, едва супер камбэк не совершили красноярки, 80 болов были отыграны, потрясающие действия в защите, великолепнейшее спасение, ну, эпитета очень сложно подбирать, Енисе действительно выглядел так, как команда мобилизованная на результат, и которая не собирается ошибаться и что-то дарить сопернику, в итоге красноярки были в шаге от отыгрыша девятого сетбола, очко-то им судьи уже отдали, но попросил Александр Николаевич Перепелкин, главный тренер Тулицы, попросил он посмотреть повтор, повтор посмотрели, ситуация была максимально спорная, ну, касание блока там можно было усмотреть, опять же, если только что увеличить стекло, наверное, долго в эту точку глядеть, но судьи приняли такое решение, судьи всегда правы, и в итоге 25-22 партия осталась за Тулицей, невероятная борьба у нас развернулась и в четвертой партии, и вновь Тулица лидировала, красноярки догоняли, и догнали же, сравняли они счет в концовке, и когда вновь оторвалась Тулица на несколько очков, доказалось, что все, Енисей уже не найдет себе резервов, и опять же нашли эти силы у красноярок, 22-22 счет встал, но после этого везение и, видимо, характер дали сбой, у Енисея Тулица три очка подряд набрала, и забрала четвертую партию со счетом 25-23, и матч со счетом 3-1.